вот жила себе царевна лягушка не тужила и тут появился Иван царевич и тут началось пироги пекки коврытки перед гостями пляши да и многое другое называясь к сказку попало захотела помыть голову заодно помыла раковину ванну стиралку вот сейчас хочу чаю поюсь идти на кухню поссорились с женой не разговариваем чтобы пригласить меня позавчикает она подошла и кинула в меня ложкой зачиха увидела уходника и говорит зайчатам всем закрыть уши сейчас он как промажет и начнет материться на исповеди священник спрашивает сын мой ты отрекся от сатаны мужик говорит не не могу у нас с ней трое детей некоторым мужчинам нравятся женщины с хриптным голосом наивные надеются что они накричались уже на всю жизнь отец говорит Вовочке мама просила проверить у тебя дневник Вовочка говорит папа но у тебя слабое сердце отец говорит один ты меня жалеешь сынок парочка сидит в кинотеатре и смотрит художественный фильм мелодраму девушка спрашивает у парня как ты думаешь они в конце поженятся парень говорит вполне вероятно такие фильмы заканчиваются обычно трагически блондинка приходит в самолет и садится у окна к ней подходит мужик говорит девушка идите на свое место блондинка говорит а мне и тут хорошо мужик говорит ну тогда бери штурвал и взлетай муж всегда открывает жене дверь в машине все подруги и знакомые восхищаются им говорят что он джентльмен и только жена знает что ручка в машине изнутри сломана разговаривают трое пессимистский говорит все мужики козлы оптимистский говорит скоро ко мне приедет мой принц на белом коне реалистский говорит козел на белом коне это я не видела надо смотреть утец маленькой дочкой в пивной утец говорит попробуй что папа пьет дочка попробовала фу какая гадость папа говорит а вы с мамой думаете что я здесь в аренде ем из милицейского протокола мой муж как всегда пришел домой пьяным и начал скандалить в это время форточку влетела молния и ударила его сковородкой по голове 21 00 именно в это время дети начинают признаваться родителям что им завтра надо принести в школу подделки доклад с цветными фотографиями пирог на чай пить и сержант говорит невальному генерал не приходил невальный говорит нет сержант говорит как придет сообщи мне сразу и так несколько раз и тут заходит генерал невальный спрашивает ты что ли генерал генерал говорит ну ну я ты смог не ходишь тебя сержант уже два часа ищет из объяснительный стал утром посмотрел в зеркало сам себя не узнал решил на работу не идти потому что физиономия не совпадала с фотографией на пропуске отец пришел с работы маленький сыночек говорит папа мама просила чтобы ты дома хотел в носках без тапочек отец говорит почему она потеряла две иголки и хочет их найти после вчерашнего чувствую себя компьютерной мышкой почти целый день ползаю по коврику мужик приходит то мой в стельку пьяный жена у него спрашивает и сколько ты пива выпил мужик говорит только две бутылки мужик говорит но спросил собаки она врать не умеет она спрашивает а сколько бутылок он выпил животные бывают с хвостом и без хвоста если что хвост без головы змея объявление познакомлюсь женщины для серьезных отношений отвечу на письмо с фотографией пейзажи не присылать идет урок мария ивановна говорит я прочитала ваше сочинение на тему моя семья ну вот волоска сочинение волоски волоски ты написал отец у меня дурак мать у меня дура а я самый умный почему ты так написал волоска говорит ну папа он сам говорит что дурак что женился мама тоже говорит что дура что быстро замуж а я жениться пока не собираюсь марлёна мне сказали что ты мне изменяешь не правда да еще селептиком но это точно не правда подходит похоже и плодинки и говорит надо же вас сбила машина у вас все в порядке плодинка говорит а где мой телефончик а вы что хотите позвонить кому-то а нет я хочу написать статус об этом мужик приходит к врачу а доктор у меня плохая память атомной все смеются что делать в разговоре займитесь боксом уже спрашивает и что вам и станет лучше в разговоре память не знаю но смеяться будут меньше начальник говорит официанту слушай перестан вышвыривать пьяных клиентов на улицу ты наверно забыл что работаешь в огонь ресторане вышла сегодня в магазин по-быстрому в старых шлинцах не накрашенная и знаете кого встретила всех деньги эти такие предатели из дома выходим всегда вместе а возвращаюсь я всегда один попросила мужа помыть посуду полчаса стояла наблюдала из-за угла вместо того чтобы нормально мыть посуду он пытался выдавать мыльные пузыри через терку если кто-то съел твое варенье значит ты не одинок петуха почему твоя жена на тебя дуется ну вчера я и принес платье она говорит такие никто не носит ну и что ну а сегодня я принес платье она говорит идиот такое носят все если вам нужно срочно сделать умные выражения лица попытайтесь умножить 220 на 380 психологи утверждают что для поднятия настроения нужно обнять 8 человек ну или отдать одному в морду если открыть пакет молока и полностью не выпить а поставить его холодильник он там постоит неделю и скиснет а если выпить полностью через пятнадцать минут можно услышать звук жены ты что весь пакет выпил уставил меня хотя бы глотожек его есть утром 1 января жена упрощается к мужу помоги мне убрать после праздника муж говорит не могу голова раскрылывается руки трясутся жена говорит вот и хорошо вытрясешь все половики и поврики что может сильнее напрячь мужа чем жена которая просит и просит купить шубу жена которая просит и просит шубу а потом раз и в шубе ходит а муж не покупал волоска приходит в аптеку и спрашивает у вас есть надежное обезболивающее средство а его спрашивают мальчик а что у тебя болит ну пока ничего ну папа уже ушел на родительское собрание жаль что ваш муж скончался так рано он мог бы еще жить дожить да лекарство осталось еще на три недели если гороскоп вам не предвещает ничего хорошего на сегодня поищите другой гороскоп в интернете есть гороскопы на любой вкус давайте уже скажем мужикам которые ходят по городу в камуфляжные одежды что мы все равно их видим я слышала твоя жена машину разбила да а сама ты хоть жива пока до ванной закрылась за пределы воинские части отправили работать четыре солдат и одного прапорщика после окончания работ прапорщик построил солдат и говорит так нас было пятеро 1 2 3 4 а где 5 так разошлись будем искать через 10 минут собрались опять считает по 5 4 1 2 3 4 а где 5 давай будем искать третий раз собрались один солдат говорит товар пропорщик давайте я буду считать а вы становите строй солдат начал считать 1 2 3 4 из себя 5 то пропорщик подходит к нему и навешивает ему по затыльник и говорит так этому тебя по часа искали жена сделала в холле ремонт наливной 3d пол резвящиеся акулы этажный потолок утра в жунглях проснувшегося с бодуна мужа увезла скорая как дела да так дядя вот у меня наконец-то отмучился да ты что жалко то как что у тебя дядя умер да не дядя а тетя не хочу домой там еще уроки делать ворчала мать идя с работы с одной стороны водку пить хорошо а с другой неудобно почему но с другой стороны горлышко нету здравствуйте я хотел бы снять у вас номер вот такой вежливый гаишник мне попался какая мода осталась вот анны карениной туфли на платформе однажды летел воробей и случайно обрезался в шлем мотоциклиста мотоциклист взял его пожалел потерявшего сознание воробья принес домой положил в клетку ему туда накручил хлеба поставил воды и ушел на работу когда воробей пришел себя смотрит вода хлеб клетка воробей думает у я в тюрьме я убил мотоциклиста петуха не подскажешь почему когда я пью чай у меня правый глаз шибко болит матрона ты ложку из стакана вытаскивай когда чай пьешь самый прекрасный день это завтра завтра мы займемся спортом начнем учиться хорошо работать бросим пить и курить перестанем жрать после 6 но как не проснешься все время сегодня вода женщина пришла в брачное агентство агент и голубит вот кандидатура говорит он вот бы нет двадцати трех летний ветер восемьдесят три и семьдесят девять ваша дама говорит очень интересно агент и говорит он не что не курпит и по клаванию он даже мастер спорта у адама говорит это же прекрасно агент и говорит он имеет бизнес автосервис и завод в сетях то заправка за городом особняк тача есть у моря два автомобиля есть есть также я ну а дама говорит это же просто прелесть а инструктор говорит у него есть хобби в танки любит он играть там об том вошелок и агенту говорит значит не подходит профессор на экзамене говорит студенту а что то вы слабоваты на лекции мы ходили да ходил что то я вас не видел я сидел как раз за колонной профессор говорит да какая узкая колонна за ним девять человек поместились вот женщины говорят что нам мужикам легче нашел два носка и обулся а пусть они попробуют найти два одинаковых носка дети удивительный народ едешь в автобусе спят вышел из автобуса несешь спят поднимаешься по лестнице хоть патарды взрывай пришел положил все выспались на мотостикле без коляски едут трое конечник увидев это начал возмущенно махать жезлом один мотостиклист кричит ну куда мы тебя посадим на голову что ли едут в автобусе трое на рыбалку внук отец и дед в это время заходит в автобус деваха в колготках сеточку внук думает ох девушка зашибись отец думает все деньги наверно из отца на смотки вытянуло я думаю блин все эти забыли сын сын привез отца в больницу приемном покое у него спрашивают у вас тапочки есть есть а халат есть есть последнее белье есть есть подушки матрас утеяло есть есть понятно а кто это рядом с вами стоит в белом халате а это я врача привез друг у вас нету однажды мой вай фай перестал работать и я понял что мои соседи не заплатили за интернет какие безответственные люди не добавляйте сухарики в новогодний салат они царапают лицо переполненном автобусе малыш оживленно беседует со стоящей рядом монашкой после выхода из автобуса мать ребенка спрашивает у монашки надеюсь он вам ничем не обидел монашка говорит нет у вас превосходный малыш просто вы ему объясните что я не пингвин мне это не удалось мария ванна говорит а дети приведите пример о фреде курение а слушаем тебя вовушка вовушка говорит вот мой мой прапрадедушка всю жизнь курил и поэтому сто свечей на торте он смог задуть только с пятой попытки вовушка говорит отцу тебя в школу вызывают отец говорит а в чем дело я там маленькую бомбу скоро взорвал отец говорит но если маленькую зачем ходить вовушка говорит правильно что там по развалинам ходить на привозе молодой человек положите пожалуйста съемки на место молодой человек говорит я только попробовать если все будут ходить и пробовать я останусь известным на всю одессу а мне никогда автографы раздавать надо семечки продавать новый преподаватель выстраивает группу так подарки для меня есть секретарь нет один говорит есть преподаватель говорит и это я немножко иначе исполнил вопрос отлично к в группе есть вижу что один есть разговор в куринке то что там гаишники я вчера вечером сдать и ехал как ехал на пятой передачи так и не переключился они на меня даже не посмотрели даже скорость не сбавил я бы и на шестую перешел только у меня цепс оскакивает в ресторане официант подходит к столику и говорит извините у нас со своим нельзя дома говорит а это не мой мой в командировке ты не знаешь почему у матрёны петруха купил себе собаку ну наверно для того чтобы дома он хоть кому-то мог сказать что закрой рот ты не гавкой а где твой муж дома со своим четырехногим другом а я и не знал чтобы собачкой обзавелись это не зубок и это диван я вижу тебя не тоже это их волос а что неужели я так рано умру нет рано облесеешь звоню к уме и спрашиваю ты не хочешь зайти ко мне на чай она говорит ты как-то странно произносишь слово коньяк петруха как ты спишь хорошо считаю до трёх и засыпаю как всему до трёх ну иногда до пол четвёртого я двухтысячи пятым компьютер купил так он сдох гарантия какая пожизненная ну раз сдох значит гарантия кончилась я не ищу в жизни легких путей а что лечишь зубы у окулиста а какая у тебя машина да да приора так у него же только один плюс на время аккумуляторы я не но я не знаю наверно тебе из троллейбуса виднее кто-то после появления интернет-магазинов мы с тобой стали ленивые не ходим по магазинам даже так это ты обленилась а я и раньше ленивый был надо бы перенести или компьютер на кухню или наоборот пока бегал туда-сюда где-то чай потерял что дает нам ёлка ощущение свободы и пространство после его выкидывания с этого дня в садик за внуком будешь ты ходить я больше туда не по не пойду пришла комиссия из района в это время дети ели воспитательницы спрашивают что надо сказать все встали и поздоровались она же как выскочили из-за стола и кого кричит походите кости дорогие вот купить будете я стыдно стало за него матрона выходи замена замуж а что еще за тебя сделать что-то друга твоего давно не видно вы же с ним были не разлей вот а злая ведьма заколдовала его и держит за точение чинился да милый то нового кота осталось полмесяца только вот видишь а ты все время выкинь ёлку выкинь ёлку модерна я у тебя без ума а ты раньше без него был милый я немного разбила твою машину и что у него осталось целого так сразу не скажешь но документы определенно стив джобс начал свой грандиозный бизнес имея в наличии только паяльник и гараж ну у нас так многие начинали и еще утюг можно я уйду отсюда у меня важная причина какая я не хочу быть здесь учитель химии спрашивает у ученика если я упустил эти мои часы в этот раствор они там распряются или нет ученик отвечает нет не распряются правильно а почему ученик говорит если они там распряются вы их туда не не упустите скажите какой камень вас уберегает какой схватил такой ее берегает какие у тебя планы на выходные а почему тебя так интересуют мои планы на выходные но мне надо знать чтобы не идти туда где ты есть один мужик решил вступить в орден и пошел монахи главный монах ему говорит у нас тут необычный орден у нас обед молчания разрешается говорить только один раз 15 лет мужик говорит окей через 15 лет мужик сидит обедает подходит к нему к нам главный монах и спрашивает 15 лет прошло хотите что-то сказать мужик говорит наверно каши немножко надо бы масло добавить а а главный монах в одобрение ушел через 15 лет опять подходит к этому мужику главный монах и спрашивает 15 лет прошло есть что-нибудь сказать вам мужик говорит ожидательно просто не потолще главный монах в одобрение монах и спрашивает и уходит через 15 лет опять подходит если 15 лет прошло что у вас может есть что сказать мужик говорит а пожалуй я покину орден это не мое главный монах говорит я тоже так подумал вы все время жалуетесь дождь говорит матери мама он уходит мама говорит пускай купит хлеба дождь говорит мама он навсегда уходит мать говорит ну ладно поедем без хлеба мама папа наш попугай наконец-то заговорил . а что за трава там у него в клетке говорят у тебя в москве земля есть где сколько 3 зветочных кошка на подоконнике ты смотришь новости нет я кажется пропустила по первых сезона и теперь ничего не понимаю ты такая искренне со мной я это оценил всего ты взял ну ты живет не втягиваешь не могу жить со своей женой больше все время требует дай денег дай денег дай денег дай денег а совсем есть только денег что с ними его делает она она откуда я ставлю я еще ни разу не давал возвращаясь я однажды с корпоратива и вдруг услышу крики стоять стоять ну а ты что покой там стоять я ебалство с большим трудом против а вы вчера насколько разошлись ну разошлась я примерно около 12 а ушла где-то 3 часа утра дорогой я хочу быть как швейцарские часы исключительный желанный дорогой и чтоб меня носили на руках ну надеюсь ты помнишь что швейцарские часы никуда не ломаются жена сказала чтобы убрал игрушки которые дети уже не играют сухом остатке потреникал на детском синтезаторе собрал из пазлов кулака собрал башни из кубиков поиграл танковый бой в итоге жена сказала что он берет сама муж купил мне электрошокер себе газовый пистолет а полгода уже не скандалим очку ему ва в одной парикмахерской работали частный парикмахер и его молодой ученик однажды молодой ученик говорит парикмахеру знаете тут нам после обеда поведался какой-то тип приходить каждый раз считает людей в очереди и уходит странно говорит пожилой да вот сейчас тоже скоро придет наверное а тот старший говорит слушай ты посмотрел куда он идет незаметно выйди потом и посмотри и действительно скоро подошел тот мужик хорошо одетый посчитал людей в очереди 1 2 3 4 5 6 и ушел и за ним выскользнул этот молодой и потом вернулся и говорит знаете он купил цветы и пошел домой саша говорит ну тогда действительно псих нет говорит он к вам пошел матриона прекрати жрать вот и заботишься о моей фигуре нет ты жрешь мою водку если вы видите пьющего в одиночку человека не спешите с выводами возможно это корпоратив индивидуального предпринимателя ты знаешь нам район экстрасенс приехал так и чудеса творит сказала девушки проскости или иди он обросил и костыли пошла ухты а чем же та девочка болела кашлем а костыли до дедушки своему несла петуха я тихо радуюсь за вас неделю назад открыли ресторан сейчас там уже от клиентов даже места нету где сидеть да подожди ты радоваться уже закрываемся во первых все посетители родственники мои и матроны хорошо что не со всего света во вторых они задолбали до инфаркта моего повара советами если мужчина сказал что починит значит починит и не надо ему напоминать об этом каждый месяц что-то ты плохо выглядишь жена постудилась оболела и с чуной скашляла так пусть ходит к рвачу а что теперь то ходить я сегодня уезжаю в командировку на месяц каждый раз когда мне говорят что мне уже 50 и пора взрослеть я беру свой самокат и уезжаю прочь вот эти скучных людей чем закончилась ваша ссора женой приползла ко мне на коленях и что сказала вылезая из под кровати я успокоилась самое главное на новый год это не елка и даже не мандарины а главное не указаться 1 января на ютубе вот видишь какая ты себе взяла большой кусок а мне оставила маленький ну а ты как бы сделал я бы конечно взял себе маленький ну а чё тогда улюш я такое тебе отдал а муж аккуратно выкладывает из домашнего бара спиртные напитки и вкладывает спортивный чемодан жена его спрашивает петруха мы же только на 2 на 2 дня едем на тачу с куда нам столько муж говорит это не мы едем на 2 дня это наш сын остается на 2 дня дома маржона ты не против если я завтра с соседом на рыбалку пойду это с каким с петрухой только не с ним почему тогда мне дома вообще одной скучно будет проснулся утром по звуку будильника в 6 часов утра спать очень хотелось где-то я слышал что если сильно зажмурить на 20 секунд глаза спать хочется гораздо меньше зажмурил вот пожмурил смотрю время 10 часов 18 минут и действительно спать хочется меньше маривана спрашивает у волоски а волоска у вас окно разбито это что ты разбил волоска говорит нет это мама разбила но виноват папа а как это волоска говорит он присел когда тарелка летела в его сторону я тебя давно не видел а где ты был водной клинике где избавляет от желания курить но ты же только что курить выходил это да но я это сейчас делаю так неохотно лезть спать вечером 11 ночи или 12 ночи разница небольшая а вот стать 6 часов или 6 часов 5 минут это разница большая не такой уж и пьяный я вчера был дружище ты подкатывал к своей жене спрашивал нет ли у нее мужика потом звонил сам себе и украшал набить морду открытый космос на орбите космическая станция около люка пристегнувшись тросом парабанит стенку космонавт и кричит вот кто и быстрее идиот что за привычка спрашивай кто там модель на все только и рассказывают о твоем заливном судаке как ты его делаешь да очень просто иду на базар покупаю тряску а потом всем заливаю что это судак молодая жена говорит мужу мне как-то никак не удается его отвыкнуть от девичьих привычек муж говорит и не надо продолжай брать деньги у папы иссяк источник бытия нет смысла более существование бренном опять что ли холодильник пустой не поясничай собирайся в магазин вот сантехник отремонтировал сантехнику квартиры профессора и говорит с вас 100 долларов профессор говорит ну что такое я с профессор это столько не получаю за полчаса сантехник говорит но ничего страшного когда я был профессором тоже столько не получал как называется вид спорта ну когда с крыш прыгают суицид на уроке учительница рассказывает о творчестве пушкина потом спрашивает булочка расскажи нам как звали няню александра сергеевича булочка говорит голубка дряхлая моя ты видела она мне улыбнулась не переживай я когда тебя увидела целый месяц ржала мужик приходит устраивается на работу у него спрашивает вы сколько языков знаете мужик говорит три а какие именно мужик говорит английский русский и французский вот ну скажите что-нибудь но по-французски мужик говорит а будто так а это же по-немецки мужик говорит ну значит знаю четыре языка а вот чего у людей бывает похмелья когда человек употребляет алкоголь у него в организме погибают микробы а с утра уставшиеся в живых устраивают поминки ученые установили что шахматы развивают мышление логику и сколиоз вот вроде петруха дурак дураком а как хорошо поет то так в пустой голове всегда акустики хорошие нельзя ставить детей в угол особенно если там находится стык обоев стоит группа мужиков один из них говорит смотри смотри петруха идет вот с кем из нас первым он поздоровается тот лох тут подходит петруха и говорит мужики всем привет ох как красиво петруха ухаживает какие слова произносит какие цветы приносит прям никогда не выходи за него замуж типичное знакомство по интернету да и не забудь взять с собой подругу а что ты не один придешь а нет просто вдруг ты страшная женщина звонит своему любовнику петруха приходи у меня же день рождения петруха говорит у меня жена не пускает так уйди и все а нарусники кокос стекнуть жена спрашивает у мужа ты где был муж говорит на свадьбе у петруха и ты не представляешь как сына жрались жена говорит почему не представляю фото сними другая у нас сколько осталось после твоего шопинга а что теперь твой внутренний голос подсказывает ничего он только матерится бывшая прислала эсэмэску можешь удалить мой номер я отправил эсэмэску а кто это я худею давно уже почти полчаса заметно уже правда ага глаза голодные сидят коровы напереку рыбу велосипедом ловят мимо проплывает лошадь коровы а который час коровы говорят понедельник лошадь говорит ого скоро зима мужик догоняет десятиклассницу и спрашивает а девушка девушка вы скажите мне что такое светит но не греет я вам дам костю конфету девушка закуривая сигареты говорит 15 лет строгого режима дядя ну что дед попросил золотую липку то что я верила нет она была не в сети начальник приехал на работу новеньком бмв подчиненный смотрит и говорит хороший автомобиль начальник заметив восхищенный взгляд подчиненного говорит ему трудись не покладая рук не жалея времени и сил и в следующем году я куплю себе машину еще покруче ты на евро заколол пулять будешь как заколол за наших конечно но это понятно а потом студент из нигерии говорит я думал что умру мороз минус 30 голос из задних рядов а он не в курсе что сегодня ночью половина города будет купаться бежу я в курланных шинцах и конечно понимаю что хозяйственная так экономит на себе и вот такая девка ох экономная что она носит шубу будет аж 15 лет и и Ловка отвечает, конечно, назову Это три опезяны, а еще и два слона Разве можно спаси ловка Наказывать человеку, наказать его за то Так что он не сделал он Сказала Марья Ивановна, наказывать нельзя А ловка, я не сделал то, что на дом задали Парень с девушкой сидели в темноте, кинотеатре Пошептала девка так, почему холодный ты? А парень отвечает, милая, подожди Спокойно, все нормально, эскимо схватила ты А я мою называю птичкой моей, называю, называю зайкою, называю рыбкою А она птичка моя, то плювом шелкает То уши растопили, то глазки выпути Жизни женщины у каждой возникает две проблемы Первая в том же окна найти мужика своей мечты Ну а потом вторая проблема предстоит Дальше что же, дальше что же делать с этим подлецом Подписываемся, кликаем на колокольчик Редактор субтитров А.Семкин